Мотивацией была основной, наверное, возможность выйти и на читателей, и на возможных издателей, и спонсоров, партнеров поддержки. Я думаю, довольно трудно пробиться начинающему автору на рынок, не имея контактов, поэтому для меня это в первую очередь возможность на порт. Для меня матемация вышла в том, что у вас более широкий спектр аудитории, мне это интересно. Во-вторых, так как я живу в Татарстане, то тема взаимодействия Европы и Азии – это всегда актуальная тема у нас, поэтому меня заинтересовал ваш формат. Я пыталась в этой книге показать детям про то, что нужно подорожевать, нужно интересоваться, что есть много разных животных, мест, где мы не были, но нужно выйти из социальных сетей, из телефонов, из игр. Нужно двигаться или двигаться в жизнь. Я не то чтобы достоин победы, я на это как бы не рассчитываю. Дело в чем? Я пишу сборник историй о Максеке – маленькой серенькой камнеешке. Форум проходит в Ташкенте. Таш – камень. Каменный город. Я думаю, это символично хотя бы занять какое-то место. Я просмотрел вот то, что вот печаталось на вашем сайте, вы же выставляете. Я просто поразился. Там пишут и мистика, и фантастика, и любовь, и все. Но вот сам Восток, вот само это чувство, это менталитет. Но я, к сожалению, извините, не нашел этого. И я думаю, что если люди вот познакомятся вот с этой моей повестью «Луная госпожа», там ну как-то они немножко почувствуют этот аромат Востока, они почувствуют, ну как жить в Востоке, культуру, менталитет, обычаи. Ну вот я из-за этого только и пошла. Понимаете, еще мотивацией является то, что когда ты достигаешь какого-то успеха, ты продолжаешь этим дальше заниматься. Это моя мечта, понимаете? Оставить все то, что мешает мне продолжать делать то, что я делаю. После того, как я вступил в вашу уважаемую организацию, естественно меня заинтересовал масштаб ваших мероприятий, которые вы проводите, конкурсы, конференции, фестивали, то есть это все очень интересно. Я вообще человек очень коммуникабельный и, честно говоря, последние два года очень расстроен, что в силу определенных обстоятельств наш мир оказался зажат в этом плане. Вообще все языки интересны, когда они связаны между собой. И это возможность не только познакомиться, армянский язык представить, и тоже возможность потом даже переводить других тоже на армянский язык. Я не хочу, конечно, нахваливать свой литературный стиль, но я думаю, что книга написана очень образно, красочно, и она при прочтении позволяет рождать в голове много интересных образов. Я вообще, если честно, случайно нашла вашу гильдию, вообще про этот конкурс, информация. Есть такие сайты, где таблицы с конкурсами. И их много, но только в одном вдруг я увидела ваш конкурс. И мне стало интересно Лондон и вдруг Евроазиатская гильдия. Ну, почему? Потому что я сама из Казахстана. И, соответственно, для меня это уже стало интересно. Конкурсы – это все-таки развитие для писателя. Даже если он и не выигрывает в этом конкурсе, он как-то саморазвивается, показывает свои произведения другим, скажем так, людям. И как-то идет оценка произведений, он повышает свой уровень. Я искала, где можно поучаствовать со своей книгой, прочитала очень много разных отзывов. И учитывая то, что я как бы начинающий писатель, это была моя первая книга, я поняла, что мне нужно очень экспертное мнение. И учитывая то, что у вас более 60 стран представлено, я понимаю о том, что если вы предоставите какую-либо обратную связь, для меня это будет точное понимание, есть ли у меня хотя бы какой-то талант, либо его нет. Я бы хотела, чтобы больше людей в Узбекистане, творческих людей, услышали о вашей гильдии, об этом фестивале. И даже когда я опубликовала на своей страничке про то, что мы вышли в финал, были там даже авторы, которые впервые, оказывается, услышали об этой организации. Поэтому главная цель – это, во-первых, чтобы наши творческие люди, которых сейчас очень много, особенно вот в связи с последними реформами, чтобы они услышали о вот таких возможностях, которые вы предоставляете. Творческому человеку, по моему мнению, очень важно себя чувствовать не одиноким. Когда читают твои стихотворения, когда люди интересуются твоим творчеством, в принципе, в целом, как бы понимают тебя, разделяют твои мысли. Это очень приятно. Это просто говорит о том, что стоит дальше писать, дальше двигаться. Очень важно совершенствоваться. Знаете, я думаю, что наша жизнь – это вообще один большой конкурс, так или иначе, но на протяжении всей нашей жизни нас оценивают. И не всегда главную, конечную роль играет, может быть, профессионализм. Иногда очень важен большой процент удачи. Я думаю, что в отношении литературных конкурсов можно сказать точно так же. Но вот победа в литературном конкурсе, тем более в таком крупном, с такой высокой планкой международном литературном конкурсе, она уже накладывает на победителя определенные обязательства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова